Принципы служения среди мусульман Однако, я преподаватель и имею право на вольность. Если надо, можно. В плане курса отсутствует одна важная тема. Это народный ислам и номинальный ислам. Несколько слов об этих направлениях современного ислама я должен сказать. Так и назовем эту тему. Скажем, что это тема восемнадцатая. В плане курса ее нет. Народный ислам. И я бы хотел здесь выделить под тему секулярный или номинальный ислам. Вот преподаю эти семинары, веду эти семинары. Ко мне подходят люди и говорят, это, конечно, все очень интересно, все очень хорошо. Но только я живу рядом с мусульманами, они совсем не такие. Это номинальные мусульмане. Они вам даже десять столпов дома ислама не перечислят. Они не перескажут вам пять столпов долга, пять столпов веры. Это номинальные мусульмане. Они называют себя мусульманами. А на самом деле они поклоняются каким-то духом, увлекаются волшебством, колдовством и так далее. Да, так оно и есть. Во всемирном мусульманском движении большое место занимает народный ислам. Я был на Западе Африки с женой года три назад. Мы проводили там семинары. И нам постоянно рассказывали про марабу. Марабу — это деревенские старосты, деревенские вожаки. Марабу считаются мусульманскими лидерами. Во многих случаях это имамы. Главы деревень, у них большая власть. Они часто выучивают Коран и изусть. Таким образом, Коран в них воплотился, воплотился в их жизнь. Через выучивание, заучивание. Вы помните, насколько это важно. Вы помните, сколько силен, властен Коран. Что если бы Коран был дан с небес сразу, целиком, он бы гору распластал, если бы он упал на эту самую гору. Но кроме силы Корана, у марабу есть и другие силы. Окультные силы. Сила общения с духами, в частности, с духами предков. Я встречался с одним марабу. Он был увешан всякими духовными побрякушками. Какие-то роги, сумочки, все что угодно. И вот он идет, и все это на нем звенит. Потому что одна побрякушка, а другую ударяется и звенит. У него огромная духовная власть. Вот это народный ислам. Это некий синкретизм, некое объединение ислама и традиционных религий, оккультных религий. Почитание духов предков и так далее. Все это вместе, все это соединяется. Кстати говоря, в христианском движении, в христианстве тоже есть подобные явления. Не только в исламе. Власть у этих марабу огромна. Их не зли, потому что у них власть. Мы с моей супругой Грейс были в различных церквях. И после церкви мы задавали людям вопросы часто в церкви. Мы спрашивали их после служения, «Почему вы покаялись? Почему вы стали христианами?» Мы были в шести различных церквях. И в каждой из них, когда люди отвечали на вопрос, «Почему они стали христианами?» Они говорили, «Потому что в Иисусе Христе мы освободились от власти марабу». Потому что марабу говорят обычно так, «Придите ко мне. Я помолюсь за вашего больного ребенка, но вы мне за это козленка отдадите». Так, «Мне нет козленка, мне нет денег на козленка». «Ага, не дадите козленка, я тогда помолюсь, и ваш ребенок умрет». Вот как марабу часто используют свою силу. Вы приходите к ним, потому что у них якобы источник силы, но своей силой они вами манипулируют, своей властью они вами манипулируют. «В Иисусе я освобожден от власти марабу». Я теперь говорю, «Иисус Господь». Иисус превыше всяких этих сил. Своим воскресеньем Иисус одержал победу. Я свободен от власти, от силы марабу. И очень здорово, великолепно, что люди так освобождаются и приходят ко Христу. Я читал целую книгу на эту тему, книгу, написанную на примере Сенегала. Книга называется «Мир. Это все». И я насчитал 180 различных божеств, которым люди там поклоняются. Марабу знают, с кем и как разговаривать, какому божеству и как, какому духу и как поклоняться. Чтобы всем этом разобраться, чтобы никто из богов не обиделся, нужен специалист. Специалист, работающий на полную ставку. В марабу как раз и есть такие специалисты. А потом человек встречается с Иисусом Христом, и Иисус от всего этого освобождает раз и навсегда. Да. Так что народный ислам присутствует, очевидно, присутствует в нашем мире. Да. Он подчеркивает кораническую силу, силу Корана. Но особую силу. Как, например, некоторые христиане говорят, «Ага, болит голова, поспи на Библии, пройдет». Так же бывает и в мусульманском мире. У каждого ребенка в Сомали была такая сумочка, которую клали бумажки со стихами из Корана. Малышу, ребенку. Человек заболевает, идет к имаму. Кстати, в Сомали марабу не было, но имамы считались такими духовными специалистами, специалистами по Корану. Вот ты болеешь, ты приходишь к имаму, а он пишет стих из Корана на доске мелом, потом стирает этот стих, потом прополаскивает тряпку в чашке с водой и говорит, «Выпей эту воду». Ты пьешь воду со стихом из Корана для того, чтобы выздороветь. Несколько лет назад я был в Бангладеш, я участвовал в служении вместе с людьми, которые занимались экономическим развитием, помогали экономическому развитию Бангладеш. Это были тоже менониты, были христиане. Я ночевал с ними, ночевал в их семье, и наутро они говорят, «Слушайте, у нас тут есть проблема, нам нужен ваш совет». Наша соседка, маленькая девочка, 12-летняя девочка, в нее вчера вселился бес. Всю ночь этого беса мусульманские имамы пытались узнать, ничего не получилось. Пытались именем Мухаммеда, именем Корана, и ничего не вышло. Дочка эта девочка теперь бесноватая. Сегодня к нам, в наш центр, никто не пришел на работу, потому что все боятся, что бес из девочки выпрыгнет и на нас перепрыгнет, потому что бес такой сильный. Нам сказали, что если мы пойдем в поле работать, заниматься сельским хозяйством, полевыми работами, то с нами тоже никто не пойдет, потому что вдруг демон за нами, вдруг бес за нами устремится. Что же нам делать? Спросили они меня. А я так хитро улыбнулся и говорю, «Послушайте, а когда вы учились в университете Торонто, когда вы осваивали курс экономики, чему вас по этому поводу учили? Что вы должны делать, когда соседская девочка 12-летняя оказывается бесноватой? Особое мировоззрение. Это наше западное мировоззрение. И мы не знаем, как поступать, что делать, когда бесноватые появляются рядом. Да ничему нас не учили, говорят они мне. Но вопрос-то серьезен. Я говорю, вы знаете, я недавно был в Индонезии, и я вам расскажу, что они в таких случаях делают. Когда бес в кого-то вселяется, старейшина церкви, лидеры церкви приходят в дом к этому человеку и говорят, что в Иисусе Христе власть над бесами. Он покорил себе весь этот демонический мир. Поэтому, если вы нам позволите, мы готовы изгнать этого беса во имя Иисуса Христа. Такое происходит по всей Индонезии. И по этой причине, кстати говоря, многие индонезийцы приходят к вере в Иисуса Христа. Они видят, что Иисус имеет власть над бесами. Вот так в подобных случаях поступают в Индонезии. И вот я предложил им сходите в ближайшую баптистскую церковь и попросите пастора, попросите пресвитера в церкви помолиться и довериться авторитету Иисуса Христа, потому что нам авторитет Иисуса Христа доступен, а в народном исламе говорится примерно о том же самом, но только другими средствами. И здесь в церкви как раз есть, что нам сказать. И что им сказать? Церковь может показать, должна показать верный путь. Понимаете, если вы общаетесь с бесом силой Мохаммеда, вы тем самым пытаетесь управлять бесом. Управлять. А силой Иисуса Христа вы изгоняете беса. Потому что Иисус-то бесами не управляет, Он их изгоняет. Мы, конечно, не хвастаемся, мы не размахиваем флагами по этому поводу. Мы храним смирение. Но Иисус знает, как быть с бесами. Значит, то есть в исламе тоже изгоняют бесов? Да, конечно. Расскажите немножко подробно о том, как это происходит. Да, примерно так же, как в случае с этой девочкой. Призывают имаму, он читает Коран, во имя Мохаммеда умоляет беса уйти. Кстати говоря, в книге, которую я на эту тему читал, говорится, что с бесом нужно сторговаться, спросить его, чего ему нужно. Он может сказать, рубите козленка, или купите девочке новое платье, или еще что-нибудь, и тогда я уйду. То есть нужно просто с ним сговориться, сойтись на неких условиях его ухода, и таким образом изгонять беса. Я никогда не был свидетелем такого изгнания бесов, но просто рассказываю о том, что читаю. Так им удается изгонять? Иногда удается. Иногда удается. Но вот какая ведь вещь. Мы имеем власть во Христе, и эта власть особая. Она отличается от того, о чем говорят в храме. Я не шучу. У нас особая власть. Бесы в ужасе от Иисуса Христа. Будда, они не боятся. Основатели других религий не боятся. От Христа они в ужасе, потому что он их покорил. Только не пытайтесь это проделать в одиночку. Нужно трудиться вместе работать, служить вместе с другими людьми. Мы понимаем, что далеко не всегда, когда у человека проблемы, это значит, что он бесноват. Но авторитет власть у нас есть. И через такое знание бесов мы можем также открыть дверь для свидетельствования о Христе. Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС — это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте 3W-TV-семинари.com В вашем служении вы встречали одержимых? Встречались одержимых? Да, конечно, встречался. Встречались. Конечно. Когда такое происходит, когда такое случается, я всегда работаю в контексте церквей. Я хочу, чтобы лидеры местных церквей, руководители местных церквей помогли понять, как поступить в каждом конкретном случае. Иисус имеет власть над бесами. Да, конечно. И проявляется это снова и снова. Он очищает людей. Но обратите, пожалуйста, внимание, что изгнание бесов возможно только силой Духа Святого, потому что иначе бес может вернуться. Необходимо покаяние, необходимо исполнение Святым Духом. Помните, Иисус предупреждал, что если изгоняешь бесов, и при этом человек не наполняется Духом Святым, то бес возвращается и приводит с собой еще больше и худших бесов. Об этом можно много говорить, об этом много книг пишут. Ну, просто смотрите, следите за этим направлением ислама, за народным исламом. На самом деле с бесами, с бесовской деятельностью связан не только народный ислам, в христианском движении, в христианстве тоже есть различные, скажем так, виды духовности от всего, что не от Бога, Иисус хочет нас освободить. Есть еще одно направление ислама, это так называемый номинальный ислам. Например, в Турции. Турция — это классический пример номинального ислама. После Турецкой революции была принята новая конституция, новая конституция Турции. Это светская конституция, там конкретно сказано, что Турция не будет исламским государством. Большинство турков — мусульмане. Когда их спросишь, какая у вас религия, я мусульманин, говорят они. В мечети я не бывал никогда, Рамадан не соблюдаю, и паранжу женщины там не носят, так сказано в конституции, потому что Турция — это светское государство. Представляете себя? Турция была во главе Атаманской империи, халиф там находился, в Турции. Калифу изгнали, свергли и устроили светское государство. И сегодня турки, скажем так, защищены, у них как бы прививка от Евангелия, потому что ты говоришь, я хочу сказать тебе Евангелие. Не, не надо, не надо, я мусульманин, но у меня религия уже есть. А Библия вообще искажена, испорчена, я не хочу обращать на нее внимание. Коран — бывший авторитет. Спрашиваешь, хорошо, ты молишься? Нет, конечно, не молюсь. Ну, конечно, не молюсь я. Светский человек? Нет. А когда ты последний раз был в мечети? Ой, ну когда же я был? Ну, лет пять назад, когда у меня дедушка умер. То есть люди не практикуют религию, при этом называют себя мусульманами. Но это светские мусульмане. Таким образом, они получили как бы прививку от Евангелия. Таких людей десятки миллионов по всему миру. Мусульман, живущих вот в этом состоянии. В Соединенных Штатах я постоянно с ними встречаюсь. Люди живут в западной стране, они при этом мусульмане, они закрыты для Евангелия, но ислам их тоже не интересует. В практике ислам их не интересует. Есть также мусульмане, которые вроде бы практикуют начатки ислама, они молятся, постятся регулярно и так далее. Но при этом их совершенно не интересует, например, шариат. Они говорят, мы народы, мы народ Божий, мы народ веры. Но шариат, нет, 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 это не для нас. Кстати, богословы, исламы и руководство исламского движения сейчас обеспокоены. Как адаптировать ислам к современности, чтобы люди могли принимать ислам? Ислам, который работал бы в светском мире, свободный от шариата, но при этом остающийся исламом. Сегодня в Турции есть целая группа богословов, которые называют себя «Исламская реформация». Ну, похоже на протестантскую реформацию 16 века. И сейчас идут серьезные споры о деятельности этой маленькой группы мусульманских богословов в Турции. Эти богословы говорят, что вот эта мысль «врата Ичтихада закрыты» тоже неверна. Эти врата нужно открыть. Необходимо переопределить ислам с учетом современного секулярного светского мира. Это особое направление в мировом мусульманском движении. Многие светские мусульмане, номинальные мусульмане, представления не имеют о том, о чем мы говорили на протяжении последних нескольких дней. Хотя, если им рассказать, что «Я человек книги», а, понятно, значит, вы христиане, скажут о нем. Но на самом деле о исламе они имеют очень слабое представление, потому что они настолько погружены в светский мир. Здесь, в бывшем Советском Союзе, я думаю, это тоже происходит так, потому что есть мусульмане сотни тысяч, сотни миллионов мусульман, которые скажут, что «Да, я мусульманин, но я при этом светский человек». Кстати говоря, именно это, пожалуй, отчасти объясняет рост церкви в этих регионах мира, потому что люди говорят «Я хочу быть светским человеком». И мне кажется, что христианская вера позволяет мне быть светским человеком, жить в светском мире, чтобы меня не стесняли религиозные ритуалы. Я хочу веру, которая была бы удобна в светском обществе. Именно на этих основаниях многие приходят ко Христу. Кстати, во многом христианство — это светская вера, ведь Адам и Ева не должны были стать людьми религиозными, они не должны были религиозными, они должны были за дело браться, сделать сад, сожжать деревья, животных называть, детей рожать и так далее. Вся научная революция выросла как раз из библейского мировоззрения. Земля — это хорошо, землю нужно осваивать, землю нужно развивать и так далее. Но это секулярно, это светская тема. А да, конечно, мы должны быть в подлинных, верных отношениях с Богом, мы именно этим занимаемся и церковь. Наша задача — примирение, наша задача — любовь к Богу и любовь друг от друга ко другу. Такая вера может оказаться весьма привлекательной для тех, кто хочет верить, но не носить на себе религиозные бремена. И многим это кажется весьма привлекательным, особенно когда ваххабиты приходят и говорят, что быть настоящим мусульманином воевать надо. Человек говорит, я мусульманин, я думал, что я мусульманин, но я не хочу воевать. Человек ищет альтернативы и находит их частые в Англии. И вот несколько таких комментариев, замечаний по светскому исламу, номинальному исламу, народному исламу и так далее. Да, ислам штука сложная и всегда найдутся исключения. Так что, если у вас есть вопросы, замечания, пожалуйста, и потом у нас будет заключительное занятие. Ну скажите, а сколько процентов, примерно, номинальных мусульман? Потому что у нас в России иногда говорят, ну раньше все были атеистами, теперь все православные. На самом деле, я мог бы только предполагать, я не знаю, не могу ответить на этот вопрос. в Сомали, ну вот, в Сомали, пожалуй, подавляющее большинство образованных сомалийцев светские мусульмане, номинальные мусульмане, а необразованные обычно тяготеют к народному исламу, за небольшим числом исключений. Но и те, и другие, и номинальные мусульмане, и народные мусульмане, все называют себя мусульманами. Еще вопросы? Ну что же, все пока, и продолжим после перерыва. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok